Путина, так сказать, убрать из должности. Какие интересные вопросы. Двойник Путина, это и есть настоящий Путин. Вдруг там убьют все случайно. Это невозможно. Такого человека больше второго не будет у нас. По телевизору мы видим таких, которые похожи на него. У Гитлера, по-моему, было четыре двойника. Как считаете, есть ли двойники у нашего президента? Ну, наверное, есть. Зачем они? У него нет. Я просто имею в виду то, что... Простите, у нашего президента личность не настолько выразительная, чтобы быть уникальным. Я думаю, можно подобрать очень похожего человека. Вы думаете, зачем они могут быть необходимы? Ему они могут быть необходимы или не нужны. Я просто сказал, что двойники наверняка подобрать можно. Какие интересные вопросы. Я не думаю, что наука до такого дошла, чтобы создавать как-то двойников. И не думаю. Вряд ли. Почему? Не знаю. Придуманное все. Ну, вообще нет никаких. Да, мне кажется, он уникальный, единственный человек, которого нету двойников. Конечно, есть, наверное. А как вы думаете, один? А вы думаете, почему столько двойников? Ну, так, наверное, заведено у нас. Просто для чего? Для того, чтобы выступать или для безопасности? Для безопасности, конечно. Конечно, я к ним. А, у Путина нет, не может быть. У Путина это невозможно? Это невозможно. Такого человека больше второго не будет у нас. Что ж мы будем без него делать? Он же не вечный. Он не вечный. Ну, значит, будет другой, будет другой. Ну, это лучше не будет. Есть ли двойники у нашего президента? Мнение людей очень расходится. Думаю, что, наверное, есть, но реально не знаю. Ну, по телевизору мы видим таких, которые похожи на него, но, скорее всего, нет. Да, мне кажется, это, ну, просто поднимают кипиш, чтобы, ну, Путина, так сказать, убрать из должности. Там, вот. Ну, как двойники поднимают кипиш? Они вообще есть или нет? Вот как вы считаете? Есть вот кто? Ну, если делают пластическую операцию, мне кажется, прям точно-точно не получится. Так что, ну, я так считаю, нет. Не знаю. Мне неинтересна персона нашего президента. Как вы думаете, вот это миф или реальность? Есть ли двойники у Владимира Путина? Я думаю, это миф. Мне кажется, это реальность. Почему думаете миф? Ну, потому что, я не знаю, ну, может быть, не двойники, а просто люди, похожие на него. И им просто делают какой-нибудь грим. Вот. Я думаю, так, ну, прям 100% двойников, это нужно очень хорошо постараться, чтобы найти такого человека. Ну, есть, допустим, двойник, знаете, там вот передача в Comedy Club, там есть, не помню имя, Грачев фамилия у актера. Вот он похож на Путина. И его иногда пародируют. Но не совсем. Я думаю, прям 100% схожести, я думаю, таких нету. Ну, просто, может быть, делают грим какой-то, но я думаю, что Владимир Владимирович везде сам присутствует на всех собраниях, на всех съездах. И я думаю, он все сам делает. А вы, как говорите, сказали, это реальность. Ну, да, мне кажется, это реальность. Потому что, когда он выходит общаться с людьми, ну, это может быть опасно. Может, несешь проследить, вдруг там, ну, убьют еще случайно. А вот он как-то, они играют как бы вот сценку, получается. Вот мне кажется, вот вместо него иногда вот выходил другой человек. Вот похожий на него. Может, даже он не везде просто может успеть. Это в целях безопасности или просто? В целях безопасности. Как думаете, двойники у президента есть? Да. Да, конечно, человек сто. Почему так много? Ну, нужно управлять большой страной. Вы думаете, тут один Путин, там другой, тут третий? Вполне возможно. Кто знает. Ну, двойники, я думаю, есть. Почему? Недавно гулял по Красной площади, там ходят двойники, туристы, фотографируются. Я считаю, нужны, ну, должны быть двойники, я так считаю. А зачем они должны быть? Зачем? Вопрос, конечно, очень ответственный на него ответить. Ну, так сразу не ответишь, но я считаю, что должны быть. Есть ли двойники у Владимира Путина? Нет. Почему нет? Это миф все? Да. А почему миф? А почему бы нет? Ну, обязательно. Ну, я так иногда обращаю внимание на ушные раковины. Ну, это нормальная история. У всех есть, даже у Фила Коллинса есть. Есть ли у Путина двойники? Конечно. Ну, вот, а как определяете их? А зачем их определять? Двойники есть у любого крупного руководителя государства. Всегда. Это неизбежно. У Гитлера, по-моему, было четыре двойника. А для на всякий случай, чтобы не знали. А вдруг готовятся к покушению? Надо, чтобы непонятно было, а кто там, реальный едет или нереальный. Там между собой разберутся, кто реальный, а кто двойник. Двойник, он, во-первых, не обладает нужным количеством информации. То есть, он управлять не сможет никак и никогда. Он просто фигура, которую должна имитировать. Четко, точно и параллельно. То есть, все движения, тело движения, голосовое и все остальное, да. Но он не знает секретных рычагов управления. Как он будет управлять? Да. А почему вы так думаете? Извините, на работу надо. Как думаете, есть ли двойники у Путина? Вот тут мне не... Я думаю, что есть, конечно. Почему бы нет? А зачем они? Ну, как? Он не успевает все сделать. То есть, думаете, здесь один Путин выступает, там другой Путин? Да мне кажется, у такого уровня у людей должны быть двойники всегда, конечно. Почему бы нет? А как же вы видите настоящего Путина среди двойников? Не отличите, я думаю. Если приглядываться, профессионалы могут отличить. Все хорошо подготовлено. Смотрите, там это мальчик в интернете, вот он руку пожал Путину и не мыл ее, говорит, три недели. А если не Путин, а двойнику? Ну, в данном случае это безразлично для мальчика. Потому что двойник Путина, это и есть настоящий Путин. Продолжение следует...